и даже, как я уже говорил, в Олимпийских играх. Здесь Сергей Четверухин занял девятое место, что тоже было сильным результатом для первого появления на Олимпийских играх. Соединённые Штаты Америки представляет в том числе Димати Вуд. Продолжение следует... 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 Потому что, несмотря на то, что в произвольной программе Тимати Вуд получает лишь третий результат, но благодаря выполненным им обязательным фигурам, он поднимается на второе место и становится серебряным призером. На этом турнире выступало сразу несколько американских фигуристов. Они всегда были традиционно сильны с тех пор, как Ричард Баттон стал двукратным олимпийским чемпионом. Здесь Вуд, Джон Миша Петкович, Гарри Висконти вполне могли, каждый из них, претендовать на место на пьедестале. Но именно Тимати Вуду досталась олимпийская медаль. Довольно-таки высокие оценки. Как будто с непривычки Тимати Вуд торопился покинуть то место, которое сейчас называется Kiss and Cry Connor. Тогда этого места фактически не существовало, никаких лавочек не предусматривалось. 5'7, 5'9, не такой уж большой разброс в оценках, и судьи здесь весьма однозначно этого спортсмена поддерживают. Но еще раз скажу, что в исполнении обязательно.